Всем привет, друзья! Неожиданно быстро вышла 193-я глава манги One Punch Man, в которой произошло много чего интересного. Наконец-то появился Кинг, а также на поле битвы прибыл герой С-класс и Железная Бита, гибель героев С-класса и многое другое. Интересно? Что ж, погнали! С вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. One Punch Man, 193-я глава. Запад дня. Горячее и яркое. Наступает лето. Итак, мы перемещаемся на поле битвы. Монстр-фюрер пытается встать после сильного удара Златоса, но внезапно его атакует бомж-император своими световыми сферами. Златос замечает его и говорит ему неожиданно, что тот все-таки решил действовать, а не сидеть сложа руки. А император говорит, что встал лишь по одной причине, потому что ему было невыносимо смотреть на это. В это время фюрер встает на ноги и плюет своей кислотой в бомжа-императора, но тот отбивает его атаку множественными световыми выстрелами из сфер. Атомный самурай понимает, что им придется столкнуться с еще одним сильным противником, а фюрер после атаки бомжа признает его силу и ускользает от них подальше, и говорит, что сегодня оставит их в покое. Но Златос с этим не согласен и хочет его уничтожить. Но бомжа говорит его отпустить фюрера, так как тот может им еще пригодиться. Он говорит, что таких монстров нужно запугивать и оставлять полумертвыми, и чтобы те потом стали рабами и прислушивались к ним. Златос соглашается с ним и говорит, что в таком случае ему стоит выносить мусор, и под этим он подразумевает уничтожить оставшихся героев. Первым ему попадается темноблеск, который и так валяется на земле и корчится от боли. Он замечает, что после того, как фюрер плюнул в него кислотой, его блестящие и сильные мышцы, которых он так натренировал, начали плавиться. И подняв голову, он замечает Златоса, который говорит ему, что тот не достоин называть себя героем, так как утратил свою волю к сражению из-за таких незначительных ран. Темноблеск присматривается на Златоса и видит мускулы, которые превосходят его, и более блестящее тело. Его самая оценка резко опускается, и он кричит, что не может быть этого. Но Златос затыкает его сильным ударом в лицо, который откидывает его к остальным героям, которые в том числе шокят происходящего. А Златос называет темноблеска слишком слабым героем. Я, конечно, понимаю, что он получил сильные раны, его кожа на руках расплавилась до костей, и еще он разжег себе тело. Для такого самовлюбленного героя, который восхищался своим телом и силой, думаю, это очень сильный удар. Во-первых, его избил Самгару, и даже тогда он очень пал духом. Во-вторых, тут его тело начало плавиться, и увидев, что его великолепное тело превращается в фарш, это тоже стало для него ударом. Еще и то, что он увидел Златоса, который превосходит его во всем. Хоть темноблеск и герой из класса, но духом он слаб. Как говорил и сам Златос. Наверное, вы подумаете, что я не прав, и что темноблеск не виноват. Ему просто попадали сильные монстры. Я не говорю, что он слаба. Просто вспомните, через что проходил Гару. Он каждый раз бьется до конца, до самой своей гибели, если можно так сказать. И после этого он становится все сильнее и сильнее. А все знаете почему? Потому что он не падает духом. И даже в конце второго сезона, когда он бился против героев А-класса, он расправился с ними. Но важно то, что даже после этого он дрался с героями С-класса, кибердемоном Геннессом, Бэнгом и с его братом Бомбом. Думаю, многие со мной согласятся. Итак, давайте вернемся к манге. Далее мы видим фюрера, который ускользает от своих товарищей и говорит, что чувство неполноценности, которое они ему дали, делает его только сильнее. Но сперва ему нужно подкрепиться. И для этого он хочет найти Бэнга, чтобы отомстить ему и растворить его заживо, чтобы тот помучался. Напоминаю, до того, как фюрер превратился в такого кислотного монстра, Бэнг избил его. И именно поэтому он так зол на него и хочет отомстить. Отряды из четырех Черносов, которые соединились из десяти тысячи своих клонов, наблюдают за ним. Кстати, теперь понятно, почему один Чернос смог вырвать руку Геннесса. Все твердили о том, что какого черта один клон смог так легко вырвать руку Геннесса. Что ж, теперь вопросов не осталось. Думаю, это сделал как раз-таки такой элитный Чернос. Это все объясняет. Возвращаемся обратно к этой главе. Четыре элитных Черноса следят за фюрером, и они не собираются спустить с него глаз. Они знают, что если тот не подкрепится, ему не удастся продержаться в такой форме. И поэтому они не собираются позволить ему это сделать. Они хотят окружить его и дать ему высохнуть. Неожиданно, сзади них оказывается железная бита. Эй, вы! Вы ведь монстры из Ассоциации Монстров? Вы случайно не знаете, где тут находится охотник на героев? Черносики отвечают ему, что это не имеет значения. После они разом все атакуют его, и говорят, что для мертвеца это уже не имеет значения. Но бита моментально отбивает их и превращает в фарш. Бита пожалел, что расправился с ними прежде, чем узнать информацию о местонахождении Гарроу. Далее нам показывают Кинга, который вылезает из-за камней, а также его флэшбэк, где они с железной битой были вместе, который и решил, что будет лучше, если они разделятся, чтобы не упустить беглецов. И он просит Кинга пойти в другую сторону, где сейчас и оказался наш Кинг, который недоволен тем, что его каждый раз отправляют в одиночку. Далее бомж-император атакует героев дождем из световых сфер. Но для героев это не оказалось проблемой. К удивлению, даже герои А-класса, пружинящий Уз и И-Айрон, с легкостью отбили атаку бомжа. Думаю, Мурат и хочет показать нам, что они стали сильнее. И сейчас, судя по всему, они вполне могут вступить в С-класс. Но раз они могут отбить атаку бомжа император, посмотрим, смогут ли они справиться с ним. Далее мы видим Геннесса, который дерется против Чарносов, но их слишком много, и он не может с ними справиться. Прикольно еще то, что его рука, которую вырвали, тоже не остается в сторонке. Она летит и уничтожает Чарносов. Но, к сожалению, этого недостаточно. Недалеко от Геннесса это Цумаки, которую тоже избивают. И заметно, что у нее уже не осталось сил, как и у Геннесса, который дерется грубой силой. Конечно, он смог бы самоликвидироваться, взорвав свое энергетическое ядро. Но он не сделает это, потому что вокруг него герои. Далее мы видим ребенка императора, который застрял под землей после атаки бомжа императора. Он пишет доктору Бафою, точнее, стальному рыцарю, о том, что база ассоциации монстров уничтожена, и что король монстров тоже истреблен. Но из-под земли появились другие монстры уровня командир. Еще он говорит, что Цумаки исчерпала свои силы и приближается к своему пределу, и что зомби-мен и милая маска были застегнуты врасплох, и он не знает их текущие состояния. Напоминаю, после атаки бомжа императора, зомби-мена разорвало на части. Да, он бессмертен, но, думаю, ему нужно время на регенерацию. Насчет милой маски, его тоже разорвали на части. Только это дело рук монстра-фюрера. Сможет ли милая маска выжить? Спойлер. Да. Так как он является монстром, у него также есть способность регенерации. Итак, оказывается, в момент удара меха-собака смогла закрыть ребенка императора от удара бомжа. Он пишет Бафою, что ему чудом удалось выжить, скрывшись под обломками, и говорит, что основные силы героев тоже в критическом состоянии. Он обращается к Бафою и говорит, что его оружие сильнее любого героя-одиночки. И если тот сейчас не начнет сотрудничать с Геройской Ассоциацией, его могут посчитать угрозой, что и пошатнет его нынешнее положение. В следующем кадре мы видим чат ребенка императора с доктором Бафоем. Напоминаю, который является героем С-класса Стальным Рыцарем. Итак, доктор Бафою просит ребенка императора захватить с собой пиццу и чипсы, когда тот придет. И император спрашивает, взят ли с ними колу, на что тот отвечает «Да». И заметно, что эти сообщения были печатаны год назад. Это означает, что с тех пор они не переписывались. Ребенок пишет ему, что пришло время помочь, и помимо этого, кислорода ему хватит еще на всего лишь 10 минут. И говорит, что даже после его смерти, что спасение зомби-мена должно стать приоритетом, так как тот станет психологической опорой для Ассоциаций Героев. Ребенок пишет, что желает ему всего наилучшего от его бывшего помощника. То есть, ребенок императора – бывший ученик Бафои. И тот научил его технологиями и всеми этими штучками, которыми обладает сейчас император. Ребенок отправляет это сообщение и после решает задержать дыхание, чтобы сэкономить кислород. Но внезапно из стенки вылезает страшная голова Гомозека, который зовет ребенка императора. Тот от испуга бьет зека кулаком. Но потом он извиняется и говорит, что сделал это рефлексивно. Но потом зэк хватает его и, скорее всего, он вытащит его на поверхность. Далее нам показывают Геннесса с вырванными конечностями. Тут нам показывают, насколько силен наш Геннесс волей к жизни и как герой в том числе. Потому что даже будучи в таком состоянии, он пытается спасти Тацумаки, притягивая ее к себе, схватившись зубами за ее одежду. Их окружают черносы и кажется, им уже некуда бежать. Но внезапно все черносы слышат грохот, который с каждым разом становится все сильнее и сильнее. И этот звук. Звук мотора Кинга, который прибыл на поле битвы. И на этом глава заканчивается. Думаю, Кинг спасет всех героев своим появлением. Теперь ему суждено биться против черносов и самого Златоса в том числе. Знаете, радует, что данная глава вышла очень приближенной к Вепке Ваны. И я надеюсь, что так будет и дальше. Если будет, то уверяю вас, вы не соскучитесь. И на этом видео подходит к концу. Друзья, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. А с вами, как всегда, был Аниманго. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok